Сегодня я буду скрещивать альбиноса и чернокожую девушку. Это ничуть не расистское видео. Данный эксперимент мне предложили в комментариях, и будет очень интересно посмотреть на детей таких персонажей. Такое возможно в жизни, но случается очень редко, и вообще альбинизм это редкое явление. И я, наверное, создам прямо сейчас альбиноса-африканца. Да, такое тоже возможно в жизни, и я бы хотел просто попробовать посмотреть, поэтому... Так, давайте найдем какого-нибудь персонажа, допустим, вот этого. Или кто-то больше всего похож на африканца. Но можно его взять, да? Это, кажется, персонаж из трейлера или откуда-то еще, но я думаю, что сойдет. Так, у альбиносов у нас полностью белая кожа. Я думаю, что это вот самая белая, которая тут есть, хотя вот есть вот такая еще кожа, но это чересчур. Хотя сейчас я смотрю на картинки, и тут... Нет, давайте все-таки вот это. Да, это более всего подходит сюда. Также у альбиносов... Тут очень сложно сказать, какой у них цвет глаз, но в основном, насколько я знаю, у них красный цвет глаз. То есть, вообще красного цвета глаз нету. Но просто, знаете, отсутствуют пигменты, поэтому глаза кажутся красными из-за кровеносных сосудов. Поэтому я выберу красный цвет глаз, хотя у альбиноса бывает и другой цвет глаз. Что у нас насчет цвета волос? Они у них тоже белые. Я бы не сказал, что они прям очень белые. Они какие-то вот... Такие. Вот прям реально вот такие. Но на некоторых фото видно, что вот такие. Хотя я точно не могу вам сказать сейчас. Но я думаю, что стоит выбрать... Вот этот цвет волос все-таки. Он более сюда подходит. И думаю, что вот такая прическа сойдет. И также брови тоже должны быть под цвет волос, пожалуйста. В тон волос. Я думаю, что можно сделать даже вот... Как-нибудь... Вот так. Да, сойдет. Вот, ребятки, наш альбинос-африканец. И я думаю, что в плане генетики это все. Я думаю, что очень интересный персонаж получился. И нам остается теперь создать для него девушку. И потом мы уже отправимся в режим жизни. Посмотрим, какие же дети у них будут. Итак, сейчас мы создаем девушку. Африканку, которая должна подойти ему. Допустим. Допустим, вот такую вот. Вау. Вот это вот необычная внешность на самом деле. Я думаю, что стоит ее оставить. И давайте посмотрим, какие у нас есть африканки. Африканок. Нужно будет сделать прям очень темную кожу. Это вот самая темная кожа, которая тут есть. Цвет волос в основном тут черный. Поэтому я оставлю черный цвет. И также кудрявые волосы. Кстати, кудрявые волосы были с дополнением жизни на острове, насколько я помню. Поэтому где-то вот такие волосы, я думаю. Да, отлично. Просто замечательно. Также остается сделать брови. И я думаю, что это все. Цвет глаз. Давайте посмотрим на цвет глаз. Я вижу, что они прям очень темно-карие у девушки-африканки. Поэтому давайте я сделаю прям темные глаза. Вот такие. Я думаю, что просто отлично. И на этом я думаю, что все у нас. Горячая африканка создана. Все очень круто. У нас есть альбинос и есть африканка. Мне кажется, что в такой паре может родиться абсолютно любой ребенок. И давайте мы это проверим. Насколько я знаю, у альбиносов отсутствует пигмент меланин, который как раз таки отвечает за цвет кожи. За темный цвет кожи, скорее всего. И давайте мы сейчас, наверное, лучше сделаем отношения с помощью мода, который еще благополучно работает после обновления. Что, конечно, не может не радовать. Поэтому делаю просто отличные отношения. И давайте теперь перейдем к романтике. Итак, первый поцелуй. Замечательно. Просто замечательно. Думаю, что теперь можно перейти к вуху. Итак, зачать ребенка. Самое, ребятки, интересное. Кого же родит данная симка? Может ли родиться в такой паре, допустим, еще один альбинос? Я даже представить не могу, как игра может на это отреагировать. И давайте его вскоре посмотрим. Сейчас мы узнаем ответ на этот вопрос. Я думаю, что сразу стоит купить кроватку. Без нее вообще никак. Ни один эксперимент без нее не обойдется. Поэтому ищем кроватку. Допустим, вот такую. Отлично. Кроватка из мира магии, которая очень вписывается, кстати, в город Сулани. Сулани очень прекрасно. Очень. Так, я ускоряю. И давайте посмотрим. Просыпайся. Беременна она все-таки или нет? Очень интересно узнать. И МС командный центр, МС беременность, фаза беременности, роды. Я думаю, что стоит сделать тройняшек сразу. Замечательно. И идем рожать. Родить ребенка. Да, это будет безумно интересно. Мне уже не терпится узнать, кто же там родится. Какие же дети нас ждут. Мы, конечно же, перейдем потом в кассы, посмотрим на них. И Эммет Наунет. Хорошо, смотрим. Как мы видим, у нас совершенно разные дети. Два... Вау. Неужели у нас альбиносы родились? Получается, девочка с белой кожей, мальчик с белой кожей и мальчик с темной кожей. А это довольно-таки интересно, поэтому стоит, наверное, сейчас сделать старше. И почему-то белый цвет кожи у нас какой-то доминантный в этом случае, что очень даже необычно. Так, хорошо. Смотрим, какой же у нас ребенок. Ребенок родился такой, знаете, с более светлой кожей. Можно так сказать, что цвета кожи у нас смешались и получился вот такой ребенок. Прикольно. Не думаю, что получится ребенок точно такой же, как, допустим, отец или мать. Потому что идет вот смешение цветов и дети получаются разными. Совершенно разными. Поэтому, так, смотрим дальше. Сделать старше. Кто у нас тут? Хм. Что у нас тут? Так, здесь я даже не знаю. Кстати, какой цвет глаз был у этого ребенка? Ну-ка. Карий. А у тебя? У тебя тоже карий цвет глаз. При этом цвет кожи и цвет волос, как у отца. А у него, как у матери. Хорошо, кто у нас дальше? Так, сделай старше. Давай, посмотрим. Кто у нас тут? На кого же этот ребенок будет похож? Это у нас... Вау, ребята, посмотрите. Черный цвет волос. Красные глаза, как у отца. И также белый цвет кожи. Но не такой, как у отца. У отца очень бледный. Вот я не знаю насчет Эммета. Какой же у него цвет кожи будет в итоге? Мы перешли в касс, чтобы посмотреть на наших маленьких детей. Я думаю, что стоит их сразу сделать постарше и посмотреть, какие же они вообще вырастут. Итак, перед нами сейчас Баграм Маргулис. Маргулис? Ребятки, Валар Маргулис. Давайте посмотрим теперь на цвет кожи. Итак, у нас тут появляется что-то среднее между белым цветом кожи и также черным. Я очень рад, что в Sims 4 такое продумано и ребенок может родиться мулатом, если так можно это назвать. И да, у нас кожа как бы смешивается и получается совершенно новый оттенок, что, конечно, очень круто. Цвет глаз у нас точно такой же, как у матери. Ну, это точно не альбинос, потому что цвет кожи у нас уже более темнее, чем белый. Но опять же, очень близок к белому. То есть, ближе к отцу. При этом цвет волос, как у отца, и цвет глаз, как у матери. Посмотрите. Так, хорошо. Вот такой вот ребенок у нас родился. И третий ребенок. Это наша девочка Наунет Маргулис. И давайте посмотрим теперь на нее. У нее черный цвет волос. У нее глаза, как у отца. И цвет кожи. Давайте посмотрим на него. Он еще более темнее, чем у предыдущего ребенка. У нас родились очень необычные дети с необычной внешностью. И это, конечно, очень здорово. Никто из детей не родился альбиносом, либо с очень темной кожей. Я думаю, что на этом мой эксперимент подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также заглядывайте в мое сообщество. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока.